Доброе утро, друзья. Меня зовут Сергей Кулешов, и я сегодня рад приветствовать вас на нашем вебинаре, посвященном мобильному приложению 1SBitrix. Я пока пару вступительных слов. Пока мы ждем тех, кто к нам хочет присоединиться, но по тем или иным причинам опаздывает. Несколько слов организационного характера, значит, прежде всего, доброе утро. Напомню, что сегодня у нас вебинар совместный с коллегой, с нашим партнером. Партнера представляет Иван Шум, компания SoftBalance. У него будет второй доклад сразу после моего основного презентационного, поэтому обязательно дождитесь, тоже будет интересно. Надеюсь, он мне будет немножко помогать с вопросиками в процессе разговоров, но, в общем, мы, скажем так, примерно совместно будем вести этот вебинар. Сразу еще несколько моментов. Ой, секундочку. Вот слайдик сейчас должен обновиться. Как раз для тех, у кого по каким-то причинам может не работать звук, а сейчас звук уже есть, и я говорю. Такое иногда бывает. Вот некоторая инструкция по тому, как можно попробовать с этим побороться. Если у вас со звуком все в порядке, но в процессе вебинара произошло что-то, и звук пропал, или вообще изображение замерзло, так сказать, и так далее, бывают такие ситуации. Они чаще всего связаны со скоростью интернет-канала, поэтому помогает либо немножко подождать, либо попробовать переподключиться к вебинару, используя ту же ссылку, по которой вы, собственно, сюда попали. Это такой один из самых действенных способов. Если что-то не так, переподключайтесь. За мой интернет-канал вы не волнуйтесь. У меня система, с помощью которой я, собственно, веду вебинар, она показывает мне, все ли в порядке с трансляцией, поэтому я, если что-то будет не так, тоже переподключусь и буду ждать вашего возвращения. Итак, еще раз, запись вебинара у нас ведется. Это означает, что текущий вебинар вы сможете пересмотреть или досмотреть, если не сможете остаться с нами до конца позже. Это можно будет сделать на канале 1SBitrix YouTube и, соответственно, на сайте 1SBitrix.ru, где расположен анонс этого вебинара, где вы регистрировались. Там же будет ссылочка на видео этого вебинара. Запись уже началась. Сейчас я даже проверю. Да, запись уже идет. И начинаю я, пожалуй, с небольшого социологического опроса. Это просьба и одновременно сообщить мне о том, что вы меня слышите, и мы с вами на связи. А также просто напишите мне, в какой сфере вы относитесь, в какой сфере относится ваш бизнес, в какой сфере вы работаете. И в двух словах буквально хотите или не хотите, если хотите, то как использовать мобильное приложение, как рассматриваете его для себя и так далее. Также я попрошу вас, тех, кто сегодня с нами на вебинаре, в конце вебинара, туда же, в закладочку «Вопросы», написать мне какой-то отзыв о вебинаре. Был ли полезен, чего хватило, чего не хватило, что бы хотелось еще услышать. И это будет мне поводом для того, чтобы доработать, улучшить вебинар, который будет проводиться, скорее всего, через месяц, опять же, на эту же тему. Ну что ж, давайте начинать. У меня небольшое вступление, оно связано с некой статистикой. На прошлом вебинаре я ее уже показывал, еще раз обращу ваше внимание на то, собственно говоря, хочется сказать, почему вообще тема мобильных приложений не то чтобы популярна, а почему, если раньше было такое известное высказывание, что если вас нет в интернете, значит, вас нет, собственно, и в бизнесе, то сейчас все ближе кажется история, связанная, что если вы недоступны с мобильного телефона, то, в общем-то, наверное, вы теряете большой канал привлечения ваших клиентов, покупателей, большой канал взаимодействия с ними, большой канал маркетинга, если это можно так назвать. И, в общем, статистические данные и исследования, которые проводят разные компании, в частности, вот это сравнение данных, которые производит компания Data Insight, это наша отечественная компания, состоит из нескольких человек, которые занимаются аналитикой в области электронной торговли, в области вообще интернета, и, в общем, сравнение опросов TNS, которые, в общем-то, являются такой, ну, достаточно серьезной компанией, которую можно тоже брать за некий исходник статистики. И мы с вами видим, что устройства, которые используются для выхода в интернет, в общем-то, смартфон при этом и планшет занимает существенную долю, гораздо большую долю, чем использование любых других устройств, таких как настольные компьютеры дома, на работе, нетбуки и так далее. При этом еще обращу ваше внимание, что порядка, как видите, данные немножко разнятся, последняя строка – это смарт-ТВ. Телевизоры начинают обретать тоже некоторую популярность. Сейчас, наверное, не найти современного телевизора без функций смарт-ТВ, то есть без подключения к интернету, без встроенного браузера, без приложений, ну и так далее. То есть возможность выйти в интернет, используя пульт от телевизора, ну или какую-то клавиатуру или специальной мышки. Это тоже интересная информация, которая, ну так уж получилось, что в нашей стране телевизоры очень любят, хотя, наверное, поколение меняется, и телевизоры потихоньку начнут отходить. Хотя, на самом деле, продажи телевизоров, по-моему, не очень-то и падают. Честно говоря, не следил за этим, но если среди нас есть коллеги, люди, которые занимаются продажей телевизоров, и нам сообщите, что там сейчас с продажами телевизоров происходит вообще за ближайшие, за прошедшие там пару лет. Ну и еще, пожалуй, интересно, что вообще в этапах интернет-торговли при использовании мобильного телефона тоже занимает довольно-таки большой сегмент. То есть огромное количество людей использует свой мобильный телефон для того, чтобы выйти в интернет, для того, чтобы поискать там товар или услугу, для того, чтобы заказать, ну и для того, чтобы провести, собственно, некий платеж. Мы видим, конечно, что это некая воронка, да, то есть те, кто выходит в интернет, это вот 100% пользователей, половина из них выходит в интернет для того, чтобы поискать товар, то есть 50% всех, кто использует смартфон для выхода в интернет, используют его для того, чтобы поискать там какой-то товар. Около 30% из этих людей, собственно говоря, заказывают товар в интернет-магазинах через мобильный телефон. Ну и чуть больше процентов, в общем-то, еще и оплачивает, используют мобильный телефон для каких-то платежей. Но здесь идет речь не только о покупках в интернет-магазине, но о плате мобильной связи, ну и каких-то других там штрафов, ГИБДД и так далее. При этом, в общем, показатели очень неплохие. Это еще раз говорит о том, что надо в интернете, в мобильном интернете присутствовать, и присутствовать хорошо. Ну вот есть еще такая история, где мы говорим, что среди покупателей, которые используют для доступа в интернет мобильные устройства, около 70% сказали, что у них на смартфонах или на планшетах есть приложения, то есть установленные мобильные приложения, которые предназначены для каких-то покупок и платежей. Ну, то есть совершение заказов, пока там происходит, очень маленькое, вот именно интернет-магазинах. Но этот показатель растет. А количество других приложений, которые в том числе используются для платежей, для оплат, для поиска товаров и для каких-то заказов, приобретения чего-то тоже используются мобильные приложения. В общем, рынок интересный, рынок большой, и, естественно, стоит рассматривать возможность, по крайней мере, рассматривать сейчас возможность для того, чтобы сделать мобильное приложение для вашего бизнеса непосредственно вот буквально в ближайшее время, и попробовать, я уверен, что это будет наверняка успешный опыт, попробовать работать с мобильными пользователями, стать ближе к своему пользователю. Итак, многие задумываются о том, чтобы сделать мобильное приложение, но есть ряд препятствий. Ну, наверное, не все препятствия, ну, как бы сказать, не все препятствия глобальны, не все препятствия непреодолимы. Безусловно, большинство препятствий действительно преодолимы, но, к сожалению, большая часть из них преодолима за счет увеличения бюджета. Хочется сказать, что вообще разработка мобильного приложения, а учитывая разнообразность платформ, сейчас есть как минимум две основные платформы мобильных смартфонов, это, собственно, Apple, iOS и Android, есть очень маленькая доля Windows Phone, есть очень маленькая доля BlackBerry и, наверное, уже почти незаметная доля, ну, я имею в виду, среди тех, кто использует смартфон для интернета, всяких Symbian и подобных, но два больших, две больших операционных системы, которые используются сейчас очень часто в смартфонах, это iOS и Android. Android, конечно, сильно более распространен и имеет огромное количество гаджетов, то есть устройств, на которых он установлен, это от самых маленьких смартфончиков с миниатюрными экранами до огромных планшетов и даже полукомпьютеров. Соответственно, вот такое разнообразие устройств и платформ, в общем-то, говорит о том, что разработка мобильного приложения, которое будет доступно везде, но это, в общем, довольно-таки сложная процедура, то есть это большое количество работы, это серьезные специалисты и, естественно, из этого вытекает солидный бюджет. При этом, когда речь идет об интернет-торговле или об оказании каких-то услуг, требующих какой-то внутренней части, то есть внутренней системы, которая будет хранить эти услуги, обновляться, которая будет взаимодействовать с вашим внутренним бэк-офисом и так далее. Ну вот хороший пример, в данном случае, интернет-магазин, да, это некая платформа, ну, мы говорим о Битриксе, да, в которой хранятся товары, в которой хранятся заказы, в которой, собственно говоря, идет обработка, применение служб доставки, платежных систем, с которой работают ваши менеджеры и так далее. То есть это некая большая серверная часть, с которой должно взаимодействовать это мобильное приложение. То есть оно должно получать оттуда данные, должно отправлять туда данные и так далее. То есть это тоже целый пласт работы. При этом приложения, разработанные в варианте нативном, об этом немножко поговорим, это речь идет вообще о двух вариантах разработки. В случае, когда разрабатывается нативное мобильное приложение, разработчики меня сейчас хорошо понимают, обновление такого приложения – это, в общем, целая история. Надо выпускать новый релиз, этот релиз надо установить пользователю, то есть пользователь должен увидеть, что пришли обновления, должен, собственно говоря, произвести это обновление, и пока он этого не сделает, он не получает новых функций, которые вы ему, собственно говоря, сделали. При этом, возможно, и я такое встречал, что необновленные приложения, по сути, даже перестают работать, пока и, собственно, пользователь их не обновит. Ну, это, в общем, все в любом случае сложности для пользователя, потери для бизнеса. Ну, и специалисты, то есть разработчики нативных мобильных приложений – это, в общем, довольно-таки амбициозные люди, от которых требуется высокий уровень умений. Это, вообще-то, разработка командная, потому что помимо программной разработки требуется проектирование интерфейсов, требуется разработка изображений, дизайна и, естественно, программная разработка, собственно, составление всего этого в некое приложение. В общем, в любом случае получается, что это довольно дорогое удовольствие. Я так долго к этому подводил. Ну, и, собственно, как решение вообще всех этих проблем или недостатков может быть технология производства гибридных приложений, и вот эту технологию представляем мы с помощью нашего продукта «Мобильное приложение». Ну, о том, что такое гибридное приложение вы сейчас увидите в процессе моей демонстрации, я лишь скажу, что оно практически лишено недостатков, которые я перечислил, то есть это довольно небольшая стоимость. Безусловно, все равно требуется проектирование интерфейса, разработка какая-то программная, только она уже на другом уровне, то есть для разработки мобильного приложения на платформе Bittrex требуется знание HTML и JavaScript. Ну, и, соответственно, каких-то нюансов именно нашей платформы. При этом мы платформенно обеспечиваем довольно высокую скорость работы приложений, то есть зачастую даже разработчики нативных приложений не всегда видят разницу в некоторых моментах нашего приложения, что оно там где-то гибридное, где-то нативное, где-то нет. И зачастую вот такая комбинация использования аппаратных средств телефона вместе с веб-интерфейсами самого приложения, в общем, получается очень неплохой результат и по производительности, и по удобству, и так далее. При этом очень большая гибкость, эту гибкость я вам продемонстрирую сейчас в процессе демонстрации приложения, то есть вы можете мгновенно изменять содержимое приложения, причем большую часть этих изменений происходит автоматически, то есть если вы меняете что-то на своем сайте, в своем интернет-магазине или это сайт-услуг или еще какой-то сервис или инструмент, разработанный на платформе Bittrex, это, в общем-то, моментально меняется и внутри мобильного приложения у всех пользователей. Это обеспечивает за счет того, что мобильное приложение работает в режиме онлайн, то есть пользователю необходимо подключение к интернету для того, чтобы, в общем-то, работать полноценно с мобильным приложением. Хотя и здесь есть нюансы, и мои коллеги из-за дела разработки мобильных приложений, в общем-то, усиленно работают над тем, чтобы предоставить полноценный оффлайн для наших приложений, и запуск, и работа, конечно, не полноценная, но такая достаточная для большинства пользователей, работа в оффлайне, то есть без подключения. Ну, это отдельная история, мы сейчас с вами больше говорим, наверное, про онлайн-штуки, ну и сам интернет хорошо распространен, мобильный, и, в общем-то, скорость у него терпимая в большинстве случаев в Москве, так и в крупных городах вообще со скоростью все хорошо, где чуть подальше, ну да, бывают проблемы, но в целом рано или поздно интернет мобильный будет только улучшаться, ну, поэтому, в общем-то, смотреть куда-то назад для того, чтобы разрабатывать здесь нет смысла, и поэтому в целом мы стараемся просто оптимизировать приложение так, чтобы оно работало даже на не очень широких каналах достаточно хорошо. Есть специальные инструменты кэширования и так далее, ну и, пожалуй, еще один важный момент про платформу – это сервис пуш-уведомлений, то есть это разработаны нашими специалистами, поддерживающиеся на наших серверах, сервер пуш-уведомлений, который позволяет вам использовать канал пуш-уведомлений, то есть отправлять вот эти вот сообщения на мобильные телефоны в приложения ваши для того, чтобы, ну, проводить какой-то дополнительный маркетинг, отправлять какие-то уведомления об изменении заказов и так далее, ну, то есть целый ряд инструментов вы можете использовать вот в таком случае. Ну что ж, наверное, пойдем потихоньку к демонстрации. Единственное, что я сейчас быстренько посмотрю, какие-то появились, может быть, вопросы. Ага, я вижу, что тут есть у нас и разработчики, у которых возник запрос клиентов по разработке мобильного приложения, таких даже несколько, это хорошо. Так, 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 вот вижу, что есть интересные по поводу концепции, пока нет на мобильное приложение, уже рассматриваем, это прекрасно. Ну, что ж, спасибо за эту информацию. Так, 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 и вот вопрос, какими платформами совместим приложение. Оно работает у нас на двух платформах, приложение выпускается один раз, и оно работает для iPhone и Android, то есть iOS и Android, независимо от форм-фактора. То есть на любых планшетах, смартфонах, под этими двумя операционными системами приложение будет работать. При этом оно производится один раз, сразу для двух платформ, ну или вы выбираете, если вам нужна только одна платформа, можете выбрать одну платформу. Так, ну что ж, остальные вопросы у нас будут раскрыты в процессе дальнейшего вебинара. И вот вижу интересный комментарий. Заказчик требует мобильное приложение для сохранения позиций в Google. Ну, на самом деле, для сохранения позиций в Google мобильное приложение не нужно. Для сохранения позиций в Google нужен адаптивный, ну или, по крайней мере, полуадаптивный сайт. Это другая история, связанная с работой с мобильными устройствами. В текущем вебинаре мы это не рассматриваем, однако у нас ответ есть и на ваш вопрос. Вы можете посмотреть обязательно, в смысле, посмотреть наши рекомендации, записи с нашей партнерской конференции, где мои коллеги очень детально рассматривали, как же соответствовать требованиям Google с точки зрения мобильной верстки. Там все довольно-таки несложно, совсем можно разобраться, и это, пожалуй, важно для сохранения позиций в Google, именно адаптивная верстка, ну или, по крайней мере, верстка, подготовленная к просмотру на мобильном устройстве. Ну что ж, про конструктор мы, конечно, поговорим. И, пожалуй, пойдем потихоньку по демонстрации. А дальше задавайте вопросы, я еще буду к ним обязательно возвращаться. Так, для того, чтобы вам продемонстрировать, сейчас позакрываю всякие приложения, чтобы уведомления не приходили, для того, чтобы вам продемонстрировать мобильное приложение, я буду использовать специальную программу, которая называется Reflector. Reflector. Эта штука позволяет демонстрировать экран мобильного телефона прямо на экран моего ноутбука. И для того, чтобы посмотреть на то, как, собственно, выглядит мобильное приложение, я буду использовать свой, непосредственно свой мобильный телефон. Так, с чего начнем? Ну, во-первых, я хочу сказать две вещи. Мы, поскольку разработали саму платформу для мобильных приложений, то, естественно, и сами выпускаем некоторые мобильные приложения. Одно из самых популярных наших мобильных приложений, которые работают на нашей платформе, это приложение Bitrix24. Ну, я его сейчас показывать не буду, оно требует там целых отдельных, наверное, отдельной истории вебинара про показывание этого мобильного приложения, точнее, очень много функций. Большинство наследует, собственно говоря, из сервиса Bitrix24. Если вам интересно, вы можете посмотреть это детально, самостоятельно, это приложение бесплатно. Вам нужно просто зарегистрировать свой портал Bitrix24 на bitrix24.ru и, в общем, скачать в App Store или Google Play мобильное приложение Bitrix24. И, в общем-то, посмотреть, как это все работает. Также у нас есть мобильное приложение для администраторов сайтов на один из Bitrix. Оно в основном, по большей части его функционала, разработано для интернет-магазинов, но может работать и с другими редакциями. Это вот такая синенькая иконка, и приложение называется Bitrix Admin. Вот вы видите сейчас ее на моем экране. Вот оно. Это приложение, позволяющее получать пуш-нотификации из инспектора сайтов, если вы знаете, что такое инспектор, который блюдет работоспособность на вашего сайта и в случае, если с ним что-то не так, отправляет вам уведомления сюда или на электронную почту. А также управлять заказами интернет-магазина. Можно попробовать посмотреть на то, как это выглядит. Сейчас я попробую подключиться к своему тестовому интернет-магазину, запустив это приложение. Вот, собственно говоря, у меня это получилось. Я вижу список всех заказов интернет-магазина. Он у меня тестовый, поэтому здесь довольно-таки мало данных. Может быть, не очень интересно. Но информацию о заказе можем видеть. Информацию о истории заказа изменений, транзакции. Можем с этим заказом что-то предпринять, отменить и так далее. Изменить его статус. Ну и есть целый ряд еще дополнительных сервисов, которые помогут владельцу интернет-магазина или просто владельцу сайта на битриксе иметь информацию о своем сайте. Ну вот у меня, видите, инспектор на моем демо-сайте не подключен. Ну и есть, например, ряд отчетностей, ряд отчетов, которые доступны с мобильного телефона. Вот прайс-лист, например, магазина посмотреть. Или, например, доходность по товарам. Видите, какие товары самые доходные в интернет-магазине. Но он у меня тестовый, тут практически ничего нет. Это вот приложение. И, кстати, хорошая демонстрация, опять же, и скорости работы приложения, того, как оно взаимодействует с пользователем, и то, какой может быть интерфейс для работы с приложением. Ну и переходя непосредственно к платформе и к мобильному приложению 1S Bittrex, я, наверное, буду вам показывать на примере приложения интернет-магазин. Он так и называется Bittrex eShop. Вы можете его скачать. Это демонстрационное приложение, которое подключено к одному из наших специально выделенных демо-сайтов, содержащих демо-товары для вот такого просмотра. То есть это демонстрационное приложение. Красная иконка. Это Bittrex eShop в App Store или в Google Play. Вы можете его найти и прямо сейчас на свой телефон установить и, как это, говорится, потыкать вживую. Ну а я вам покажу, собственно говоря, из чего состоит. Значит, один момент. Это демонстрационное приложение, которое демонстрирует часть возможностей платформы для разработки мобильного интернет-магазина. То есть интернет-магазина в виде приложений. Еще раз. Смотрите. Это иконка в моем смартфоне, которую я могу запустить, расположить ее на любом экране. И, собственно говоря, это полноценное приложение, скачанное из App Store. Я его запускаю и получаю доступ к каталогу интернет-магазина. Но это вот главная страница приложения, где я вижу хиты продаж новинки. Могу перейти к каталогу, могу перейти к карточке товара. Вижу, собственно говоря, спецпредложения какие-то. И мне доступно меню. Меню доступно вот таким слайдом или нажатием на кнопочку «Меню». Здесь, соответственно, у меня есть возможность авторизоваться как пользователя и получить доступ к личному кабинету. И, соответственно, видеть заказы свои, их ситуацию, информацию о счете. Посмотреть, например, информацию о магазине. То есть какие-то текстовые разделы, которые необходимы человеку для поиска какой-то информации. Естественно, видеть свою корзину и ее наполнение. Но сейчас у меня в корзине пусто, поэтому мы с вами пойдем в каталог. Собственно говоря, каталог товаров. В данном случае у меня некая еда, которую можно попробовать заказать. Просмотр, собственно говоря, самого каталога, карточек товаров, описаний, каких-то характеристик и так далее. Просмотр изображений в увеличенном виде и возможность масштабировать, разглядывать изображения товаров. И, конечно же, добавлять в корзину. Закажем три пиццы. Конечно, возможность поиска, причем поиска мгновенного. Я могу набирать и, соответственно, видеть какие-то товары здесь в строке. В фильтре могу использовать, например, и это хороший пример работы с устройством, то есть непосредственно со смартфоном. Это, например, использование камеры смартфона, вот в частности, сканер штрих-кода, который умеет использовать камеру телефона для того, чтобы сосканировать штрих-код. Ну, вот, например, я возьму книжку со штрих-кодом, он у меня сосканировал, но, естественно, такого товара в моем магазине нет, ну и, соответственно, он ничего не найдет. И использование фильтра. То есть это умный фильтр, возможность подбора по цене, различных характеристик и применение этого фильтра для того, чтобы сузить каталог, сузить поиск по каталогу. То есть, в принципе, основной инструментарий, который нужен пользователю для того, чтобы найти товар в вашем магазине, для того, чтобы выбрать его и для того, чтобы купить, в приложении есть. Но давайте я несколько товаров в корзину добавил, перейдем в корзину. Как вы видите, я могу, так же, как и в обычном интернет-магазине, товары отложить. То есть, могу посмотреть на товар подробнее, могу отредактировать таким образом и, соответственно, увеличить или уменьшить количество, или удалить этот товар вообще из корзины, если мне это необходимо. Ну и, соответственно, применить купон на скидку, если таковой предоставляется вашим магазинам, и непосредственно оформить сам заказ. Ну, для физлица мы оформим, я оформлю на себя. Естественно, если вы авторизованы в приложении, то есть, вы не первый раз используете этот магазин, то вам не придется набирать эти данные. Я тут первый раз, по крайней мере, не сохраняю свои данные в этом магазине. Некий адрес доставки нам нужно указать. Выбрать способ доставки. Ну, доставка курьером пусть у нас будет. Сейчас произойдет, соответственно, пересчет. Выбор оплаты. Ну, я выберу наличные курьером, но у нас в стандартном магазине доступно только два. Вы, наверное, если битриксом пользовались, знаете, что предустановлено как бы пара платежных систем. Но обращу ваше внимание, что абсолютно никакой проблемы не возникнет у пользователя, если вы включите в платежную систему оплату картой или PayPal, не знаю, WebMoney, Яндекс.Деньги, любую другую платежную систему, которую вы используете, вы сможете использовать здесь в приложении. После выбора соответствующей платежной системы кнопка «Оформить заказ» отправит человека на соответствующий сервис оплаты, и он сможет ввести свои данные карты и так далее, в общем-то, совершить этот платеж. При этом произойдет все уже на страницах банка или на страницах платежной системы в рамках, собственно говоря, самого смартфона, и здесь никаких проблем не возникнет. Ну вот, собственно говоря, заказ у нас оформлен, и вы видите, что вот здесь вверху появилось мое имя, то есть я теперь авторизованный пользователь магазина. У меня есть персональный раздел, где перечислены мои заказы, вот мой заказ, и я как заказчик магазина вижу информацию об этом заказе, о его статусе, ну и, соответственно, могу получать уведомления. Мне доступна сейчас отмена заказа, в некоторых случаях отмена может быть недоступна, когда администратор магазина переведет там заказ в соответствующий статус, но я могу проверить, все ли здесь правильно, вот что нужно оплатить курьеру какую-то сумму, когда он приедет, информацию о том, произошла ли отгрузка, какие товары у меня входят, ну и так далее. То есть целый ряд информации, которая по заказу мне может быть интересна. Разные статусы заказов, мой внутренний счет пользователя, но у меня такого счета в тестовом магазине нет, соответственно, я здесь ничего и не увижу. Ну вот краткий обзор стандартного готового приложения, то есть вот именно такое приложение вы можете сейчас для своего магазина установить, запустить, и оно у вас заработает. Как это будет, собственно, мы сейчас с вами тоже посмотрим. На секундочку вернусь к своей презентации. И, наверное, мы с вами будем заглядывать внутрь для того, чтобы посмотреть, как вообще все это чудо происходит. Но прежде чем перейти к внутренностям, я вернусь к вопросикам. Вот тут сообщают о том, что не работают пуш-уведомления, хотя все настроено, сделано правильно. Что может быть дело? Ну вот я смотрю, Иван здесь уже ответил. Действительно, надо убедиться, что правильно работает на сайте модули и обратиться в техподдержку. В общем-то, техподдержка обычно помогает решить такие проблемы. В чем преимущество этого приложения? Ведь оно работает как сайт. Ярлычок, как у вас на айфоне, можно сделать и так без проблем. Но в отличие от ярлычка, на айфоне без проблем действительно можно сделать, но это должен сделать сам пользователь, его надо этому обучить. То есть он должен знать, что есть такая возможность закладки из Safari сделать ярлычком, которая действительно откроет сайт, и там даже сохранятся куки, авторизации и так далее. В случае, если ваш сайт адаптивен, возможен такой не очень простой сценарий для работы с пользователем и его приложением. На самом деле приложение работает не только как сайт, хотя действительно большая часть интерфейсов – это очень похожая на сайт штука. Обращу ваше внимание, что мы сейчас смотрели на демо-приложение, которое действительно повторяет сайт, и, в общем, это правильно, нам нужно было сделать магазин, похожий на интернет-магазин. На самом деле приложение может быть любым, то есть интерфейс, функции, сценарии взаимодействия могут быть абсолютно разными. И я, показывая вам некоторые примеры сегодня, постараюсь показать, что действительно бывают очень разные приложения, реализованные на Bittrex. Ну и, конечно же, то, чего никогда не будет в просто сохраненном сайте на рабочем столе телефона – это пуш-уведомления, которые действительно являются таким хорошим каналом маркетинга к вашему пользователю. Ну и это в целом все-таки приложение, а не ярлычок сайта. Это, наверное, все-таки разные вещи. Так, дизайн приложения, может быть, будет красным или примет дизайн от основного сайта? Нет, от основного сайта приложение никакого дизайна не примет, но оформление внешнего вида делается довольно легко, и я сегодня вам это продемонстрирую. Так, работает ли приложение без интернета? Ну вот здесь хочется задать вопрос, а зачем оно работает без интернета? Я знаю, что у вас наверняка есть ответ на этот вопрос, и если он есть, вы мне его напишите. Я здесь прокомментирую следующее. Пока запуск приложения без интернета не работает, но этой осенью коллеги обещают выпустить новый релиз, в котором появится и запуск без интернета. На самом деле, многие функции самого приложения будут доступны без интернета после первого запуска. Есть такая технология кэширования, которая позволит после первого запуска закэшировать определенные моменты приложения, и, соответственно, грубо говоря, в режиме только просмотра приложение может действительно довольно хорошо функционировать без интернета. Другое дело, что какой сценарий работы приложения без интернета, здесь вот вопрос. Если речь идет о нео интернет-магазине, то там это все понятно. Если это интернет-магазин, то как быть без актуальных остатков, без актуального каталога, без мгновенной отправки, без принятия мгновенного заказа и мгновенной реакции, или хотя бы очень быстрой реакции менеджеров на этот заказ и так далее. В общем, кажется, что это странный сценарий работы без интернета. Ну что ж, давайте пойдем дальше. И моя задача теперь вам показать немножко, как это все работает изнутри. Ну, прежде чем перейти к конструктору мобильного приложения, я хочу немножко поработать с самим мобильным приложением. Ну вот, вы сейчас на экране видите мой демонстрационный интернет-магазин, причем довольно-таки не очень-то последняя обновленная версия, но это, пожалуй, и не важно. Важно, что мы с вами сейчас посмотрим, как это устроено, и как вообще происходит работа. Так, это мой смартфон, он у меня почему-то отключился. Сейчас мы его попробуем переподключить, чтобы снова появилась картинка. И для работы, для разработки, для пробы вашего приложения для вашего магазина, или для вашего сервиса, или для вашего сайта, есть еще одно приложение, это вот эта желтенькая иконка, так называемая Bittrex Mobile. Это приложение для разработчиков, и давайте я поясню, что это такое. Сейчас я выйду пока из моего магазина. Как видите, у меня здесь целая куча различных приложений, то есть сайтов, к которым может быть подключено приложение. Здесь, может быть, даже есть какой-то из ваших. В процессе тестирования я иногда захожу. Так вот, это приложение позволяет подключиться к вашему сайту, на котором установлена мобильная платформа, установлены все компоненты мобильного приложения, и, собственно говоря, поработать с ним, как будто это уже ваше. Ну вот я подключился, я вижу, что у меня здесь есть какие-то товары, мой каталог и так далее. Ну, сейчас мы повторять этот сценарий не будем, но важно то, что то, что я вижу сейчас в приложении, это то, что я, собственно говоря, вот вижу здесь на своем экране. Для того, чтобы непосредственно увидеть содержимое мобильного приложения, я сейчас зайду в ту же самую папку, в которой, собственно говоря, подключено мобильное приложение. По-моему, оно у меня здесь. Здесь, если я все правильно сделал, сейчас я проверю, куда я подключился. А, я подключился к новому. Тогда, 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 момент. Здесь должно быть... Вот так. У меня тут на этом сайте несколько мобильных приложений разного характера. Ну, собственно говоря, вот. Как мы видим, вот он, ремень радуга. Вот он, ремень радуга здесь. Вот, собственно говоря, хиты продаж. Здесь же будут и новинки те же самые, что я вижу в мобильном устройстве. И любое изменение, которое я произведу вот на этой страничке, это страничка мобильного приложения, разве что здесь нет вот этого меню, которое работает в смартфоне, естественно, в битрексе. Вы этого в браузере не увидите, потому что это как раз элемент нативный. То есть тот, который работает на родном для смартфона языке. И здесь все изменения, которые я захочу произвести, они, собственно говоря, произойдут и в приложении. Можно это посмотреть. Я вот включу режим правки, я могу отредактировать какой-нибудь из элементов. Ну, вот, например, это верхний слайдер. И я могу выбрать сюда не новинки, а спецпредложения, например, показывать. Здесь у меня изменится. Видите, товары поменялись. В моем мобильном приложении после обновления или, соответственно, при входе пользователя еще раз произойдет обновление этих данных, и он увидит уже другую картинку. То есть те данные, которые для него сейчас на самом деле актуальны. В случае с другими элементами, ну, то есть это могут быть какие-то разделы, страницы. Это может быть просто какой-то текст, который важно показать пользователю именно сейчас. То есть это все будет происходить мгновенно. Ну, в частности, вот именно конкретную эту страницу, эта страница индекс PHP, которая находится в, собственно говоря, корне мобильного приложения, я могу взять и добавить какой-то произвольный, как может сделать любой, грубо говоря, контент-менеджер, обладающий там некоторыми знаниями HTML, добавить какой-то блок, в котором, ну, вот, не знаю, сейчас мы сюда добавим... Нет, H1 неправильно, H1 уже, наверное, есть, H2 с каким-то текстом. Вот таким. И, соответственно, после сохранения этот текст появляется, как видите, вот он у меня на страничке, и точно так же в мобильном приложении после его обновления или после перезагрузки появится этот текст, который вы хотите сейчас донести до своего покупателя. Это может быть ссылка, это может быть баннер с картинкой, это может быть что угодно. То же самое касается каких-то страниц. Если вдруг вам захотелось добавить какой-то пункт, вот видите, у меня тут добавлен, например, пункт акции, который там представляет из себя просто текстовый раздел, в котором вы хотите разместить какую-то приветственную информацию о своей акции, ее условия, разместить, возможно, какие-то специальные товары. Для этого нужен просто обычный компонент, как вот этот, например, с выводом каких-то конкретных товаров на отдельную страницу. То есть это не каталог, а именно акционная страница. И таких страниц может быть столько, сколько вы захотите. Это то, что касается интернет-магазина. И, как вы видите, взаимодействие происходит действительно очень быстро. Пользователи мгновенно, в общем-то, по сути, получают обновленную информацию без каких-то обновлений самого приложения и так далее. Это как раз преимущество гибридного приложения. При этом, опять же, преимуществом является то, что мы используем нативные элементы, то есть такие, как вот это меню, например, это совершенно абсолютно нативный элемент, то есть тот, который использует именно внутренний код платформы iOS или Android. Это может быть использование камеры, использование GPS, использование клавиатуры и так далее. То есть большинство вещей, которые используют, это использование плеера для воспроизведения звуков и так далее. Все это может управляться из мобильного приложения. Делается это через специальный JavaScript API. Не буду грузить ни разработчиков этой истории. Для этого есть отдельные статьи и материалы в обучении, которые, собственно говоря, раскрывают все эти возможности. Но вы просто имеете в виду, что вы можете такие штуки использовать. Ну и плюс обычный HTML5 – это, в общем-то, уже довольно-таки большое подспорье для того, чтобы показывать и вообще давать пользователям хороший сервис. Вот примерно так выглядит устройство всей платформы. Это некий, то есть Bittrex Mobile – это некая надстройка над PhoneGap. Это будет понятно нашим разработчикам, которые сейчас присутствуют на вебинаре. И дописаны наши JavaScript API специальными функциями, которые позволяют вызывать и использовать нативные элементы платформы операционной системы. А так, в общем-то, вся работа происходит с сервером. На сервере хранятся настройки и необходимые данные контентные для работы мобильного приложения и для вызова, собственно говоря, нативных функций. Хочется показать вам несколько примеров, поскольку опытно мы вроде уже примерно посмотрели. А, нет, подождите, прежде чем примеры, я обещал конструктор. И, наверное, конструктор мы сейчас с вами и посмотрим. Это, пожалуй, важная часть. Извините, немножко запутался. Для того, чтобы сделать ваше приложение уникальным. Ну, то есть, что такое уникальное? Понятно, что мы по умолчанию дали вам красный цвет, а, возможно, вы не любите красный. Ну, или у вас аллергия на фиолетовый. Неважно. Есть такая штука, конструктор мобильного приложения. Найти ее можно в закладке «Сервисы», «Мобильное приложение», «Конструктор мобильных приложений». Что это такое? Это вот такой конструктор, который позволит вам настроить внешний вид мобильного приложения и сконфигурировать, в общем-то, большую часть настроек. Ну, это могут быть разные вещи. Например, в данном случае у меня настроен цвет верхней панели. И я действительно могу его поменять. Ну, давайте сделаем вот такой нежно-лиловенький. Мы сразу видим, как это будет выглядеть. Мы можем настроить нижнюю панель на такой же, например, нежно-лиловенький. Или давайте сделаем потемнее чуть-чуть, не такой нежный. Выбрать, например, на фон какую-то картинку. Давайте посмотрим. У меня где-то на рабочем столе были всякие картинки. Вот есть какие-то горы. Сейчас мы загрузим эти горы. Да, отлично. Так, 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 так. И ее же сюда же. Режим заполнения. А что-то она у меня не обновляется. Так, это тулбара. Нужно растянуть. А, у меня... Секунду. Так, это у нас для разных видов. Почему-то у меня не грузится. Вот, забыл, что залил ее случайно цветом, и картинку не видно. Вот можно выбрать картинку, выбрать разные варианты ее размещения, в зависимости от того, какая картинка, собственно, каких она размеров и так далее. Можно выбрать заполнение. Можно выбрать разные иконки. То есть вот для кнопок, для кнопок меню, загружать соответствующие картинки для этих кнопок, выбирать разные иконки. Ну, то есть вы самостоятельно настраиваете внешний вид, выбирать цвета других панелей и самих кнопок для экрана загрузки, определить, какая картинка будет на экране загрузки. И, например, для списков. То есть если в вашем приложении есть списки, ну, в данном случае у нас это был каталог, например, вы можете определять, какого цвета будет оформление каталога. И вот таким вот незамысловатым образом вы, в общем-то, настраиваете мобильное приложение для того, как оно... Ну, для того, как вы считаете, оно должно быть выглядеть. Сейчас, секундочку, я покажу. У меня опять, к сожалению, отключился телефон. Этот рефлектор, он иногда вот так вот отключается, когда телефон не используется. Ну, собственно говоря, вот то, что мы с вами сделали только что при изменении оформления дизайна. Вот, собственно говоря, мы видим эти изменения прямо сейчас в нашем приложении. Вот такой страх и ужас у меня получился. Но это показывает и демонстрирует возможности управления мобильным приложением, ну, собственно говоря, вот так вот на лету. Здесь есть все для управления, собственно говоря, скользящих панелей, разных кнопок, статус баров. То есть, грубо говоря, что статус бар у нас должен быть определенного цвета, каким цветом будет выглядеть вот этот вот pull to refresh, так называемый, когда потемнитесь, чтобы обновилось, различные переключатели и так далее. То есть целый ряд параметров, которые вы можете вот так вот в простом и понятном режиме настроить для вашего мобильного приложения, ну и, в общем-то, увидеть это все здесь в превью и сразу же увидеть в своем мобильном приложении, вот в вашем устройстве для отладки. И, пожалуй, еще из того, что я хотел бы вам сегодня показать вживую, это будут примеры. Чтобы показать вам примеры, на самом деле, видите, у меня тут уже много экранов различных приложений, все эти приложения выпущены на базе нашей платформы, и здесь только приложения на базе Битрикса. Ну и, собственно, давайте попробуем на них посмотреть. Несколько примеров особенно интересных я попытаюсь вам показать, для того, чтобы вы видели, какие возможности вообще, может быть, какое-то из приложений будет вам идеей для реализации именно в вашей области. Ну вот есть такое приложение, которое мне, пожалуй, больше всего нравится. Оно очень простое с точки зрения реализации, то есть вы здесь не увидите ничего сверхъестественного. Здесь также меню, вы видите, вот так оно выглядит, так же открывается, те же самые, собственно, пункты, возможности заказа и так далее. Это компания, занимающаяся дизайном. Вы здесь видите разные варианты проектов квартир. Можно посмотреть в, собственно говоря, в дизайн, можно посмотреть в фотогалерею, полистать картинки, поразглядывать их и так далее. А можно перейти в виртуальный тур. И вот здесь пример использования акселерометра телефона для того, чтобы вот так вот побродить по виртуальный тур, обеспечить по квартире. Вы сейчас меня не видите, но если вы меня видели, я сейчас странным образом верчусь на стуле, чтобы показывать вам, как выглядит использование акселерометра смартфона для вот такой реализации. Здесь можно приближать, отдалять, ну и, соответственно, путешествовать там, где есть стрелочки. Сейчас вот это, наверное, куда-то переход, да, вот в данном случае в кухню. Ну и так далее. Можно по комнатам побродить. В общем-то оценить вариант дизайна, представив себя на месте будущего жильца. Вот такое забавное приложение показывает. Ну, в общем, на самом деле ничего сложного в этом нет. Используется даже не совсем свойство мобильного приложения, сколько HTML5 и соответствующие плагины для использования смартфонов и их акселерометров. Ну вот, ребята выпустили это в виде приложения. Ну, давайте посмотрим, что еще. Вот есть Bittrex City. Так, это приложение «Мой город», приложение, выпущенное нами в App Store. И пользователи, и наши клиенты, имеющие соответствующие сайты, администрации городской, могут использовать это приложение для, собственно говоря, своих жителей. Вот один из вариантов такого приложения, где можно, например, рассматривать объекты по городу. Здесь используется картографический сервис, и можно искать какие-то вещи в своем городе, которые удобны. Ну, и целый ряд здесь всяких информационных разделов с контактными данными и так далее. Ну, это такое тоже достаточно простое приложение. Из интересного, ну, например, интернет-магазин. Ой-ой-ой, это, похоже, интернет-магазин, который уже не работает. Или у меня что-то? Сейчас давайте еще что-нибудь из свеженького посмотрим. Вот торговый дом Петровский. Интернет-магазин. Здесь заказ через приложение реализован. Как видите, оформление совсем не похоже на наше обычное и стандартное. И здесь по-другому совсем выглядит все. И мы можем погулять по каталогу, посмотреть. Опять же, вы видите, как достаточно быстро и хорошо работает приложение с точки зрения пользователя. Реакция на прикосновения, на, собственно говоря, на действия мои не заставляет меня долго ждать. И это, в общем, приятно. Это хороший, в общем-то, так называемый юзер-экспириенс. Ну, вот можно зайти в корзину, посмотреть, что я тут назаказывал. Ну, и, соответственно, сделать новый заказ или дозаказать. Ну, тут разные сценарии использования есть. Вот неплохое приложение интернет-магазина, реализованное, в общем-то, на нашей платформе. Что еще из интересного? А, вот, да, хорошее приложение поиска услуг для организации свадьбы. Мне оно тоже понравилось, потому что, ну, действительно, реализовано неплохо. КВИТе тоже внешний вид отличается от нашего стандартного. И здесь, в общем-то, вся работа идет на списках. Мы можем выбрать какой-то вариант вида услуг, выбрать здесь нужного нам, не знаю, фотографа, посмотреть его карточку, увидеть фотографии, которые, собственно говоря, размещены, примерные фотографии, да, то есть оценить. Ну, и, собственно говоря, связаться с человеком, непосредственно отсюда добавлять в избранные и так далее. Посмотреть рестораны, которые, возможно, ну, это все для Амурской области, да, ну, в общем, тоже хороший режим просмотра возможностей использования приложения. Так, а вот это я вот, честно говоря, не помню. Да, это сушибар. Ну, вот тоже одно из популярных, на самом деле, один из популярнейших сценариев использования – это заказ еды. И, пожалуй, мобильное приложение здесь просто, ну, просто необходимо, потому что, ну, когда человек принимает решение о том, что ему захотелось поесть и ему надо сейчас заказать, то первое, что у него под руку попадает – это смартфон. И если там стоит ваше приложение, то считайте, что вы победили. Поэтому, в общем-то, попасть в смартфон к своему клиенту, вот в случае с работой с доставкой еды и прочих таких регулярных покупок – это, конечно, бесценно. Ну, и важно, что здесь, возможно, это сделать довольно недорого. Как видите, разные виды суши можно добавить себе в корзину. Я, пожалуй, сейчас заказывать не буду, ведь можно представление поменять, можно фильтры использовать. Вот здесь фильтра нет почему-то. Ну, и, соответственно, опять же, перейти в корзину и оформить соответствующий заказ. Вот даже подсказки сделаны, как работать с приложением в текущем товаре. Видите, он мне не дает заказать, потому что минимальная сумма должна быть больше 500 рублей. Сейчас мы наберем себе чего-нибудь и попробуем. Вот, появилась кнопка «Оформить заказ». Ну, видите, здесь коллеги требуют зачем-то регистрацию, хотя есть возможность сделать это и без нее. Вот банковская карта онлайн, возможность оплаты есть. Ну-ка, и получится ли у меня сделать? Нет, не получится. Видите, вывод соответствующей ошибки. Для того, чтобы избежать пустых заказов. Мы сейчас их тоже обманем и попробуем что-нибудь заказать. Оформить заказ. Вот количество персон. Ну да, пожалуй, заказ оформлен. И вот вариант оплаты через Яндекс.Деньги. Карты через Яндекс.Деньги. У Яндекс.Денег, обратите внимание, интерфейс адаптирован под использование на мобильном устройстве. Не у всех процессинговых центров, которые обрабатывают карты, это сделано. Но у Яндекс.Денег с этим все хорошо. Ну и, соответственно, вы можете здесь произвести оплату. Просто введя данные своей карточки, получить чек на e-mail, оплатить. Ну и, в общем-то, заказ будет оплачен и доставлен. Надеюсь, что я не сильно повредил коллегам, сделав этот фейковый заказ. Если что, прошу у них прощения. Ну и еще целый ряд приложений. Вот Mr. Wallet, это, собственно, интернет-магазин разных аксессуаров. Вы видите, страница загрузки. Вообще все приложение оформлено совсем по-другому и вызывает ощущение, что это какое-то кожаное все. Ну, что не может не радовать. Хотя, на мой вкус, можно было бы сделать чуть поприятнее сам интерфейс. Тут есть над чем поработать. Ну, я привередливый. Ну и также мы можем совершать покупки и, в общем, просматривать изображение товаров. И совершать соответствующие покупки. Из еще интересного хотел вам показать вот приложение, например, CarPrice. Довольно-таки известное приложение сейчас. Оно всячески рекламируется. И, в общем-то, позволяет узнать цену своего автомобиля вот таким простым способом, выбрав некие марки и так далее. Но там надо будет оставить соответствующий телефон для получения соответствующей информации. Вот тоже один из примеров реализации. Вот хороший, честно говоря, я долго думал, что это шутка, но это нет. Это не шутка. Это мобильное приложение интернет-магазина, которое продает технику. И, в общем, заказать гидроманипулятор за миллион рублей через мобильное приложение тоже возможно. Интернет-магазин можно даже несколько штук положить себе в корзину и приобрести. Наверное, даже можно оплатить картой, если честно, я не пробовал. Ну, вот такие варианты тоже существуют. Как видите, люди, в общем, наверное, есть даже клиенты. Честно сказать, я правда думал, что это шутка, но нет. Здесь даже вставлено видео, которое можно просматривать через мобильное устройство. Ну, наверное, с точки зрения примеров на сегодня достаточно сказать вам, где посмотреть все реализованные проекты. Сейчас я вам попробую. У нас на сайте 1SBitrix есть соответствующая штука, называется «История успеха». И здесь есть вот такая галочка «Мобильное приложение». Вы можете определить для себя, например, интернет-магазин с мобильным приложением. И, ну, здесь интернет-магазин только один опубликован. К сожалению, это, ну, как бы это все остается на откуп нашим партнерам. То есть те, кто реализует проекты, их публикуют здесь. И здесь можно смотреть на разные варианты исполнения. Наверное, можно просто отменить мобильное приложение и посмотреть все варианты. Да, ну, вот здесь несколько мобильных приложений уже опубликовано, в том числе те, которые я вам показывал. Вы можете здесь на них посмотреть, здесь есть ссылки и так далее. Ну, и, в общем, некоторые описания. Если вам мало и вам хочется что-то еще, или вы что-то слышали, можете спросить меня. Я попробую подобрать вам пример и дать название или ссылку на мобильное приложение, которое может быть вам близко или которое может быть вам интересно для ваших, собственно говоря, нужд или для вашей сферы. Напомню, что все обновления, как вы уже видели, происходят автоматически. То есть максимально актуальная информация всегда для вашего клиента в мобильном приложении, которое построено по такой технологии. Разработка ведется вся на HTML5 и JavaScript, но какие-то функциональные вещи делаются на API Bittrex, то есть это PHP. И, соответственно, грубо говоря, компетенция для разработки мобильного приложения требуется, это как компетенция веб-разработчика. Эта компетенция, не могу сказать, что самая простая, но она сильно распространена, и с этим связаны, в общем-то, демократичные цены на такую штуку. Безусловно, разработка мобильного приложения требует некоторых отдельных, не повысить этого слова, скиллов, то есть компетенций по проектированию интерфейса, придумыванию какого-то сервиса, вот этого так называемого user experience, то есть проработки взаимодействия интерфейса с пользователем. Безусловно, для этого требуется некий опыт, ну или знание, или хотя бы здравый смысл. Но в целом это становится сильно доступнее, чем разработка мобильного приложения исключительно нативными средствами. При этом все API функциональное, техническое, все уже есть в платформе Bittrex, и, соответственно, вы можете его использовать. Ну и, конечно, единая разработка для всех мобильных платформ, для всех это громко сказано, для двух мобильных платформ iOS и Android, которые являются подавляющим большинством всех устройств, сейчас используемых в виде смартфонов, конечно, это большое преимущество. Если вы решили выпустить свое мобильное приложение, скорее скачивайте себе вот это на свой смартфон или планшет приложение для разработки, устанавливайте соответствующий модуль в ваш магазин или в ваш сайт, производите разработку на HTML5 или JavaScript, используйте функционал платформы Bittrex, и когда у вас все заработает, и вы увидите, что вы готовы выпускать, то есть публиковать ваше приложение, вы приобретаете лицензию на, собственно, выпуск мобильного приложения, заполняете соответствующую анкету на сайте на нашем, создаете аккаунты в Google Play и iOS Dev Center, это соответствующий центр разработчиков для публикации мобильных приложений в этих сторах. Кстати, обращу ваше внимание, что эти аккаунты платные, и, ну, iOS Dev Center, если не ошибаюсь, стоит 200 долларов в год, а Google Play что-то около 30 или 25 долларов, разработчики меня поправят. Это как бы то, что вы должны будете оплатить непосредственно вот компании Google или компании Apple за то, что ваше приложение имеет право размещаться в Store. Ну и дальше мы опубликуем за вас это приложение в Store или выдадим вам, собственно говоря, пакет, исходник для этой публикации. Сама публикация и сборка выглядят следующим образом. Вы покупаете лицензию, заполняете форму, предоставляете нам все архив со всеми там картинками, иконками и так далее, все, что должно быть участвовать в сборке приложения. Тут наши специалисты вам помогут и подскажут. Даетесь нам в свой аккаунт, и мы публикуем эти приложения после сборки и тестирования в Store, и они становятся доступны после модерации вашим клиентам. Ну вот, собственно, кратко это выглядит так, довольно просто, довольно быстро, ну и самое главное, вот с типовым приложением можно очень быстро начать, то есть буквально там за пару недель вы можете уже выпустить ваше приложение, пусть с минимальным функционалом, но это будет уже рабочее приложение, прототип, с которым смогут работать ваши клиенты, которые вы сможете использовать в вашем бизнесе. На этом все, я иду по вопросам. Иван, пожалуйста, готовься к своему выступлению, сейчас на вопросики совместно поотвечаем, и я передаю тебе слово. Всем привет, я, Сергей, тебе помогу еще тоже с вопросами, чтобы ты их быстрее находил, так скажем. Был такой вопрос, когда будет интеграция с социальными сетями приложения. Не очень понимаю, о чем речь, но вопрос был. Я полагаю, что это может быть речь или это приложение Bitrix24, там интеграция уже есть. Ну, а, это речь идет о шаринге, наверное, и передаче данных, да. Значит, коллеги обещали это сделать, но вот я сходу не знаю сейчас о ситуации с этим. Вы на экране видите мои контакты, нетворк или имейл, напишите мне этот вопрос, я отдельно для вас уточню и отвечу на этот вопрос, там, отдельно уже, вне. Сейчас, к сожалению, нет у меня последних данных. Сколько времени уйдет на получение сборки? А, я вижу, ты ответил проверенно три дня. Евгений спрашивает. Я слышал, что в iOS 9 будет переработан внутренний браузер и запуск гибридных приложений будет под вопросом. Какие есть гарантии на этот счет? Ну, пока этого не произошло, iOS 9 уже тестируют с нашими разработчиками, и все в порядке. То есть, никаких там, я не уверен, что я могу там сейчас гарантированно отвечать, что, типа, там ничего не произойдет такого, но, на самом деле, если браузер будет переработан, значит, гибридные приложения будут работать на новом браузере. Это не значит, что будет проблема запуска гибридных приложений. Скорее всего, компания Apple, в общем-то, предусматривает все необходимые методы и функции вот этой миграции с одного браузера на другой. Так что, не переживайте, не должно быть никаких проблем с гибридными приложениями. Михаил про конструктор спрашивает. Если в опубликованном приложении менять настройки к конструкторам, поменяются ли они в самом рабочем приложении? Конечно, поменяются. Настройки хранятся на сервере, то есть на серверной части, и все мобильные приложения, опубликованные, которые уже стоят у клиентов, в момент загрузки увидят, что настройки изменились, и в режиме реального времени обновят эти настройки, и ваши пользователи увидят уже другой внешний вид. В этом кайф, собственно говоря, такого гибридного приложения, потому что это очень быстро. Так, из того, что еще не ответили. Какие варианты приложения? Журнал и купоны на скидке. Подождите, приложения по продаже купонов на скидку. Ой, на нашей платформе я не видел приложения купонного характера, но я не вижу разницы между, собственно, купонной продажей и продажей обычного товара. То есть, того же трактора, мне кажется, сложнее продать, чем купон, но, в общем, не вижу препятствий. Я еще помню, что было какое-то приложение новостное, и вот аналогичный вопрос, пример, под журнал. Давайте я вам покажу. У меня есть... Сейчас я еще раз вернусь. Сейчас я поищу, есть ли у меня это приложение. Секундочку. Нет, у меня этого приложения нет. Сейчас, пока я его установлю, давайте на другой вопрос ответим. Новостное, новостное я, к сожалению, наверное, не знаю. Знаю хорошее приложение мероприятия. Это усадьба Джаз. Я его в прошлый раз показывал. Давайте и вам сейчас покажу. Сейчас только переключусь на... Ой, простите, мне вопросы закрывают полэкрана. Так, 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 так. Это может быть интересный вариант. Оно тоже прекрасно оформлено. Ой-ой, что-то у меня все подвисло. Угу, бывает. Ну, а так как тебе все равно слышно, если я поменял дизайн, нужно ли снова пересобирать приложение? А это зависит от того, как поменялся дизайн. То есть, если изменились ресурсные картинки, то есть всякие... То есть, то, что зашито было при компиляции приложения, то да, действительно нужен будет перевыпуск и соответствующее обновление через... Ну, через Store. Ну, большую часть дизайна вы можете поменять на лету без вот этих вот нюансов. Собственно, это кажется нормальным. Ну, и насколько мне известно, перевыпуск приложения, пока активная лицензия на мобильное приложение производится бесплатно. Конечно, конечно. Перевыпуск производится бесплатно, пока лицензия на мобильное приложение активна. Так, ну-ка попробуем, наконец. О, заработало. Так, что я обещал? Я обещал усадьбу Jazz показать, и вот она. Это приложение-мероприятие. Ну, нельзя его сравнить, конечно, с журнальным или новостным, но неплохой вариант. Журнальный, кстати, тоже покажу. Так, я надеюсь, что у коллег все нормально с этим приложением. У них вроде как раз новая усадьба Jazz должна быть, что-то данные у них не грузятся. Как видите, оформление вообще очень сильно разнится от того, что сделано у нас по умолчанию, и менюшка выглядит совсем по-другому. Давайте, ну вот, что-то с данными. А, нет, вот, все загрузилось. Собственно, информация о том, что там происходит. Сейчас программа. А это, кстати, когда все? 20-го? Это уже было или это будет? Год у них не написан. К сожалению, ничего не понятно. Вот тут, по-моему, карта есть. В общем, такое забавное приложение для, собственно, мероприятия. И по поводу журнала я только что поставил, есть такое приложение «Из рук в руки». Это одно из приложений. «Из рук в руки» у них их несколько. Это приложение как раз сделано на платформе Bittrex. Вот вариант можно посмотреть, но там не сильно блещет дизайном, но в целом очень функционально, использует большую часть, собственно, возможностей. Можно здесь выбрать какой-то номер, и, собственно говоря, этот номер посмотреть. Будет скачан PDF, и тут же открыто непосредственно в приложении. На iPhone это очень хорошо реализовано. Просмотр PDF-файлов. Вот, пожалуйста, конкретный номер в PDF-формате. Можно все посмотреть, почитать. Хотя PDF в таком режиме не очень удобный для чтения, однако здесь можно найти то, что вам нужно. Это из таких приложений, интересных на тему журналов. Так. Что-то еще я здесь видел. По поводу мгновенной обновления. Ну, да, безусловно, тут речь идет о том, что я тестирую на локальном сервере, поэтому все происходит быстро. На мобильном интервью сегодня намного медленнее. Ну, конечно, при больших объемах данных, при медленном канале, безусловно, могут быть, ну, какие-то, скажем так, замедления в загрузке, тормоза и так далее. Но, в целом, это бывает там один раз при первой PDF-ом кэшировании. В дальнейшем происходит кэширование данных. Они уже открываются мгновенно. Это там хорошо заметно, например, на нашем приложении Bittrex24. Оно даже на медленных каналах зачастую работает довольно-таки приятно для пользователя. Ну, и потом, да, работа через интернет, она всегда обусловлена тем, что необходимо время на загрузку данных. И это нормально, и пользователи к этому привыкли. Они понимают, что если они загружают даже внутри приложения данные из интернет, значит, надо немножко подождать. Это вполне естественно, и пользователи понимают, что сейчас у них там работает Edge, а не 3G, да, и скорость загрузки меньше, или сейчас у них LTE, и поэтому все загружается быстро. В общем, это кажется нормальным поведением. В каких редакциях доступно приложение? Да, начинаю со стандарта. А, вижу твои ответы, Иван. Так, это мы уже... Какое преимущество использования 1S Bittrex мобильного приложения? Почему бы разработчика не использовать просто PhoneGap? Разработчик действительно может использовать просто PhoneGap. Никаких проблем с этим нет, он просто не получит нашу надстройку. А это ряд очень удобных функций для, собственно говоря, создания мобильного приложения. Вот эта надстройка, она дает JavaScript API, их расширение, использование в рамках конструктора мобильных приложений, в самой платформе, использование взаимодействия с Bittrex, уже прописанные все вот эти вот, как они там называются, API и методы класса взаимодействия и так далее. В общем, там есть целый ряд доработок, которые там развиваются, поддерживаются, которые просто сделают эту разработку быстрее и удобнее, чем просто обычный PhoneGap. Планируется ли создание локального хранилища, например, чтобы можно было в приложении зашить Apache, MySQL или PHP? Нет, это не планируется, но там есть SQLite, то есть, в принципе, хранить странички, данные в базе данных и текстовый контент в платформе можно будет. Сейчас уже часть доступна, то есть, в частности, база там доступна. И данные можно там хранить. Это означает, что, в принципе, приложение в ближайшее время можно будет абсолютно независимым от интернета и при сборке все данные туда выдавать. По крайней мере, коллеги нам обещают такую штуку, и это будет работать. Я уже об этом говорил. Что еще? Стоимость лицензии. Ах, да, 47 900 стоимость лицензии на один год. После этого происходит продление лицензии за 22% от ее стоимости. Если необходимо, будет перевыпускать. Окончившаяся лицензия не говорит о том, что ваше приложение перестает работать, оно будет работать столько, сколько вам необходимо. Лицензия лишь нужна на перевыпуск, ну или, собственно, первичный выпуск приложения в Store. То есть, его компиляцию, сборку и, собственно говоря, дальнейшую поддержку и обновление. Вот для чего нужна лицензия. Ну, а разработать можно и без лицензии на мобильное приложение. Да, все разработать и попробовать можно с помощью приложения Bidrix Mobile, в котором, собственно говоря, вы указываете адрес и подключаете к вашему текущему сайту, мобильному приложению, и делаете все, что хотите. Получилось приложение, окей, публикуете, покупаете лицензию. Не получилось, ничего страшного, вы ничего не потеряли, кроме своего времени и, возможно, времени разработчика. Можно ли мобильное приложение сделать не только для сайтов на платформе 1S Bidrix? Можно, конечно, но не на нашей платформе Bidrix Mobile. То есть, в этом случае придется действительно использовать PhoneGap и писать там все эти обвязки, связки с платформой, с следующей, ну, то есть, всю вот эту вот серверную часть, ее, конечно, придется разрабатывать. Преимущество, пожалуй, именно в том, что у нас все вот, все свое, оно работает хорошо. Как задействовать приложение камеру, акселератор смартфона? Для этого есть соответствующие методы Javascript API. В документации все это есть, обратите в документацию, если там что-то не нашли, ну, напишите мне или в техподдержку, коллеги вам обязательно подскажут, как именно это делается. Потому что там сильно зависит от случаев, в которых вам нужно использовать акселерометр, камеру или GPS-навигацию и так далее. Там есть разные варианты этого использования. Ну что ж, Иван, тогда тебе слово. Я еще на вопросики параллельно поотвечаю в письменном виде. Сейчас я переключу на тебя экран. Мобильное приложение. Сергей уже много всего рассказал про актуальность мобильных приложений. И я хочу сравнить мобильное приложение с адаптивной версткой в первую часть своего доклада. И вообще, что, в каких случаях выбирать. Ну, в принципе, в мире уже огромное множество мобильных телефонов, великий трафик. Индия уже превысила мобильный трафик над десктопом. И совсем скоро по планам потянется уже и Россия в 2017 году. Но уже сейчас используют почти половина пользователей телефонов для доступа к интернету. И это очень важный показатель. То есть, очень большая вероятность того, что на ваш сайт будут заходить пользователи с мобильных устройств. И в среднем от 10 до 25, наверное, процентов сейчас посещают интернет-магазины пользователей именно мобильных устройств. Это реальная цифра. И это наши клиенты, с которых мы хотим получать деньги. Но есть вероятность, что если им сайт не понравится по тем или иным причинам, то они с сайта уйдут. То есть, здесь факторов, на самом деле, которые могут повлиять на то, что, пользователи уйдут с сайта, великое множество. Это и скорость загрузки сайта, для мобильных устройств скорость загрузки, она очень актуальна. Есть исследования на эту тему проводимые, что если там сайт, например, загружается несколько секунд, то пользователи с сайта, скорее всего, с определенной долей вероятности будут уходить. То есть, нужно стремиться к тому, чтобы сайт загружался мгновенно, или, как минимум, часть контента на сайте показывалась моментально пользователям, а не просто так белый экран, и там браузер показывает, что он что-то подгружает. Дизайн сайта может быть в некоторых случаях отпугивающим, так скажем, неудобным, неюзабельным. Тоже это станет причиной того, что пользователи ваш сайт покинут. Ну и, конечно, проблемы с версткой. То есть, пользователь заходит на интернет-магазин, иногда даже с компьютером случаются такие моменты с персональным, что с него можно зайти в интернет-магазин и столкнуться с какими-то проблемами, что-то разъехалось, что-то переехало не туда, и сложно пользоваться сайтом. Но уже на данный момент 90% тех пользователей, которые заходят на интернет-магазины, так или иначе, с мобильных устройств, так или иначе, сталкиваются с неудобствами в использовании этих интернет-магазинов. То есть, всего 10% сайтов, 10% интернет-магазинов полностью удовлетворяют всем потребностям клиентов, заходящих с мобильных устройств, и по скорости, и по верстке, по удобству использования. Это тоже очень важно понимать. Ну и, конечно, для того, чтобы бороться с этичкой клиентов, нужно найти способ вариантов. Два. Первый вариант – это мобильное приложение. Мобильное приложение может быть, как уже Сергей говорил, нативным и гибридным. В случае с платформой 1S Bittrex предлагается именно гибридное приложение. А нативное приложение Сергей тоже уже рассказал, в чем его особенность, в чем сложность разработки. Повторяться тут не буду. И второй вариант – это адаптивный дизайн, адаптивная верстка сайта. Адаптив сам по себе – это технология, позволяющая приспосабливаться сайту под разрешение экрана. Экрана пользователя, под устройство пользователя, на котором просматривается на данный момент сайт. То есть, фактически, один раз спроектированный и разработанный дизайн будет корректно отображаться в этом случае на всех устройствах. И на мобильных телефонах, и на планшетах, и на компьютерах, и на каких-нибудь здоровенных панелях с огромной диагональю экрана. В принципе, наверное, нужно сказать, что современный мир уже требует разработки именно адаптивных сайтов. То есть, если ваш сайт не адаптивен, если ваш сайт разработан по технологии, например, той же самой жесткой верстки, то пользователь, зайдя на него с мобильного телефона, серьезный, очень испытает затруднения по совершению каких-то целевых действий, по поиску товара, по его добавлению в корзину. Потому что сайт будет смасштабирован под разрешение экрана, не приспособится именно в том виде, в котором это он сделает в адаптивном случае, а просто смасштабируется под разрешение экрана пользователя, разрешение экрана мобильного телефона. И там будут мелкие ссылки, какие-нибудь лишние баннеры, которые только будут отвлекать, ну и так далее. В худшем случае элементы дизайна будут наплывать друг на друга и просто не дадут возможности воспользоваться полноценно сайтом. В общем, к чему я это все говорю? Разрабатывать адаптивный дизайн и верстать адаптивно не так уж и сложно. Эта технология уже проверенная. Есть множество уроков, есть множество примеров, как это реализовывать. Есть готовые уже модульные сетки под адаптивную верстку, под адаптивный дизайн. Конечно, есть свои нюансы, что необходимо при разработке дизайна в первую очередь обращать внимание на мобильные устройства, как это будет на них отображаться. Есть необходимость использовать именно CSS3, HTML5 с разными там медиазапросами. Ну, в общем, свои особенности есть. Но оно того стоит. То есть мы, например, все свои дизайны, которые разрабатываем, все верстаем, которые для своих клиентов, мы их верстаем и разрабатываем исключительно в адаптивной версии, потому что это уже продиктовано рынком. И даже те же самые трудозатраты на разработку адаптивного дизайна по сравнению с разработкой обычного дизайна, они не настолько велики, чем та упущенная прибыль, которую получит клиент, недополучит клиент, если у него сайт будет плохо отображаться на мобильных устройствах. Но есть еще один вариант – это мобильная версия сайта. Про него я много говорить про этот вариант не буду, но подразумевается, что у вас есть в отдельной папке сайта разработанная версия для мобильных устройств. Ее намного сложнее сопровождать, чем адаптивный дизайн, потому что это отдельный фактически дизайн со всеми своими тонкостями. Ну, такая технология существующая, но постепенно устаревающая. По сравнению, как можно сравнить две технологии – это адаптивный дизайн, мобильное приложение, и та и другая система, совместима с большинством современных телефонов, смартфонов. Но если дизайн адаптивно откроется совсем на всех телефонах, у которых есть браузер, то есть и Android, и iOS, и Microsoft, и BlackBerry, и все остальные телефоны благополучно откроют адаптивный дизайн, то мобильное приложение – это необходимость разрабатывать для каждой платформы в отдельности. Тут уже зависит от вашего бюджета, потянете ли вы разработку под все платформы, или разработку будете вести только под самые популярные – iOS и Android. В случае с мобильным приложением на Bittrex, разработка сразу у вас ведется под две платформы, вам не нужно нативщиков под различные платформы искать. По простоте использования адаптивный дизайн не требует скачивания. То есть обычным браузером открывается сайт, в обычном браузере вы просматриваете весь контент сайта в удобно читаемом виде, в удобном для пользователя виде. В случае с мобильным приложением нужно его скачать, нужно его установить, возможно предоставить какие-то данные о себе. Мобильное приложение намного больше доступа имеет к функциям телефона. То есть это та самая камера, акселерометр, возможно даже контакты, ваше местоположение и так далее. В общем все о чем знает телефон, в принципе приложение может иметь к этому доступ. Естественно если вы разрешите на этапе установки приложения в свой телефон, если дадите ему на тот доступ, то приложение будет иметь доступ к функциям вашего телефона. Адаптивный дизайн к функциям телефона доступа практически не имеет. Есть возможность использовать тот же самый набор номера, там какие-то еще функции, но все-таки это именно такая технология верстки и подачи контента, которая работает при помощи браузера. Оффлайн режима конечно нет в адаптивном дизайне, опять же потому что это просто странички открывающиеся браузером. В мобильных приложениях оффлайн режим есть, так или иначе реализованы, но для интернет-магазинов это менее актуально, потому что там необходимо постоянное обновление данных именно с получения их с удаленного сервера. Для каких-то прикладных приложений, конечно оффлайн режим подразумевается в случае с мобильным приложением. При регулярном использовании, конечно, адаптивный дизайн удобен, но мобильное приложение подходит больше, потому что его проще найти, проще запустить, нет необходимости вспоминать адрес сайта. Мобильное приложение может присылать пуш-уведомления, мобильное приложение работает в среде вашего телефона, подстраивается фактически под его дизайн, использует нативные элементы, выбора дат, каких-то еще ввода данных. С адаптивным дизайном не все так. Ну и по обновлению нужно сказать, что адаптив обновлять достаточно-таки просто. Фактически обновление адаптивного дизайна сводится к тому, что вы обновляете дизайн вашего сайта и браузерную версию, и мобильную версию, и планшетную версию. В общем, одним махом обновляется сразу дизайн для всех платформ. В случае с мобильным приложением, если мы говорим про натив, то потребуется перевыпуск, если мы говорим про гибридное приложение, то тут опять же те элементы дизайна, которые не требуют перевыпуска, вы можете поменять на лету, так скажем. Те вещи, которые зашиты в приложении, ну как-то, например, иконка этого приложения или какой-то специфический функционал, который предоставляет приложение. Тут потребуется, конечно, перевыпуск приложения, его обновление в iOS и Android-сторах. Так, ну, я пробежался по всем строчкам моей таблицы, и давайте теперь покажу примеры. Начну с адаптивных сайтов и покажу уже на примере, как это выглядит. Ну, вот у меня для примера открыто два сайта. Первый сайт – это сайт нашей студии. Он адаптивный, таким образом выглядит в браузере. Вот тут, в принципе, почти как лендинг, только еще есть ряд разделов по каждому из услуг. Если мы его откроем на мобильном телефоне, у нас, то есть я никуда не переходил, ссылка осталась та же самая, но у нас меню скрылось в такую выпадающую область. Щелкаем по меню, оно раскрывается. У нас телефон превратился в кнопочку, по которой можно щелкнуть на мобильном телефоне и будет предложено совершить звонок. Ну, в данном случае я с компьютера сижу, поэтому у меня он предлагает запустить звонилку какую-нибудь. Весь контент, который размещен на страницах, перестроился под сетку уже модульную для мобильного телефона. Появились такие вкладочки, которые можно переключать. Ленты всех событий, они листаемые, то есть традиционным свайпом, проведением пальца по экрану, можно их перелистывать, просматривать и так далее. В общем, контент построился под разрешение экрана. Если я сейчас буду за угол растягивать экран, то у меня он будет постепенно, контент перестраиваться под уже другое разрешение, под другую модульную сетку. То есть это все тоже происходит на лету, даже без обновления страницы. Это очень удобно. И второй пример, который я хотел показать, это, ну, если в случае с нашим сайтом, тут в основном контент, информационный такой характер он носит, то в случае с сайтом DeluxeAuto.ru это интернет-магазин, причем интернет-магазин, который торгует как оптом, так и розницей, рассчитан на очень широкую аудиторию, занимается продажей автозапчастей, и предполагалось изначально у клиента разработка мобильного приложения для того, чтобы пользователи могли, его клиенты могли пользоваться функциями интернет-магазина с мобильных устройств. Но мы предложили ему адаптив, оптимизировали адаптив под все его потребности, и таким образом он выглядит. Но, опять же, это десктопная версия. Если мы уменьшаем до планшетной версии, то таким образом выглядит, до версии мобильного телефона уже превращается совсем в такое мобильное представление, раскрывающееся меню, которое выезжает слева, опять же, по свайпу работает, меню в центральной части, навигация по всему каталогу продукции, добавление в корзину запчастей, ну, вот вы видите, что здесь в шапке есть корзина, показано, что два товара, я могу в эту корзину перейти, сразу оформить заказ, ну, в общем, традиционные все действия произвести, которые я могу произвести в интернет-магазине. Ну, потому что, собственно, это и есть интернет-магазин, который просто адаптировался под экран мобильного телефона. Интересное поведение в той же самой корзине, если плавно увеличивать разрешение экрана, то вы увидите, что какие-то элементы дополнительные появляются, ну, и в то же время они скрываются при мобильной версии, да, то есть нам в мобильной версии не нужна картинка, поэтому мы ее скрываем. Нам в мобильной версии не нужна кнопочка «Добавить выразбранное», она лишняя, мы ее скрываем. Какие-то характеристики перестраиваются, опять же, по своему положению и так далее. То есть все эти элементы, они не просто меняют свое положение на экране, но также они могут появляться либо исчезать в зависимости от того, каким устройством мы на данный момент пользуемся. Это вот тот самый адаптивный дизайн и принцип работы адаптивного дизайна адаптивной верстки. В случае с мобильным приложением могу рассказать про такое приложение, как «Мобильный официант», разработанная наша компания для официантов кафе, которые пользуются программным продуктом «Трактир», опять же, для оформления, регистрации и так далее, работы с заказами клиентов. Для того, чтобы не бегали официанты с блокнотом по залу, они ходят с мобильным приложением и сразу все заказы, которые оформляют, эти заказы отправляются непосредственно на кухню, официант получает пуш-уведомления в случае, если заказ был выполнен и пора его забирать. Очень большое повышение эффективности показало это приложение. В тех ресторанах, в которых оно внедрено, официанты стали успевать обслужить больше столиков, потому что нет необходимости постоянно бегать на кухню и узнавать, готов ли тот или иной заказ. То есть, такой вариант приложения. Приложение нативное и отдельно разрабатывалось под платформой iOS Android. Предыдущий вариант был под Android, этот вариант под iOS. Приложение «Муж на час», которое мы разрабатывали на платформе 1SBitrix, мобильное приложение, и совмещали его с Bitrix24. Это приложение для мастеров, которые работают, так скажем, в полях, выполняют услуги клиентов по электромонтажным работам, сантехническим работам, и задача приложения – информировать мастеров, куда им ехать, что им нужно выполнять, дать возможность диспетчеру быстро поставить задачу, мастеру проинформировать его. Мастер имеет возможность посмотреть на карте пункт назначения, прочитать комментарии, сменить статус заявки. Поехал он, начал он работу. Приложение дает возможность получить обратную связь по качеству выполнения работы и фиксирует местонахождение мастеров, отображает у диспетчера на одной большой карте, где мастера находятся, какие задачи они выполняют. Постоянно отправляет GPS-координаты с мобильных устройств мастеров в центр единый и, соответственно, диспетчер всегда знает, где какой мастер находится, имеет возможность оптимально выбрать оптимального мастера для того, чтобы сэкономить на логистике, так скажем, на доставке, на времени доставки мастера непосредственно клиенту. Про мобильное приложение для администратора магазина 1S Bittrex Сергей уже тоже рассказывал. Я вообще посмотрел сейчас на те скриншоты, которые были показаны Сергеем. Ну, вообще, не скриншоты, даже, например, работаю, увидел там уже и отчеты, и множество дополнительных функций, которых раньше не было, поэтому всем настоятельно рекомендую, у кого есть интернет-магазин на Bittrex, устанавливать себе это приложение. Оно ничего не стоит, зато очень хорошо информирует администратора и о заказах, которые происходят в интернет-магазине, и о возможных проблемах, которые могут возникать с интернет-магазином по доступности, по скорости работы. То есть, такой дополнительный бонус, который вы получаете с приобретением и с разработкой интернет-магазина именно на Bittrex, это мобильное приложение для администраторов. Про приложение Bittrex 24 Сергей также говорил, но также разработано на платформе Bittrex мобильное приложение, и фактически это тот самый пример, когда нет смысла разрабатывать адаптивный дизайн сервиса, а есть смысл разработать именно приложение для использования функционала сервиса. Bittrex 24 очень функциональный и разносторонний сервис, в котором есть от задач до документа оборота и CRM-системы функционал, поэтому сделать это все в качественном адаптиве наверное было очень и очень трудоемко, и для того, чтобы повысить скорость работы и повысить удобство использования всех этих функций на мобильных устройствах компания Bittrex именно разработала мобильное приложение, ну собственно вы это можете тоже намотать себе на ус и учесть при выборе пути, по которому будет решаться именно ваша задача по разработке мобильного приложения либо там выбора адаптивного дизайна для вашего сайта. что можно сказать в итоге да адаптивный дизайн не требует затрат на установку приложения его не нужно обновлять специфически как-то и он работает на всех платформах мобильное приложение оно намного более тесно интегрировано с функциями телефона использует все что может дать телефон и мобильная платформа в нем есть офлайн режим в нем есть пуш уведомления по быстродействию работы нативное приложение работает наверное все таки быстрее чем адаптив и в некоторых случаях быстрее чем гибридное приложение ну и конечно мобильное приложение оно интегрируется в телефон имеет возможность подстраиваться под все функции все задачи телефона то есть такой вот вывод можно сделать по выбору того или иного пути разработки но в принципе разработка адаптивного дизайна сайта никак не отменяет разработку мобильного приложения знаю примеры когда и то и другое решение используется и в том числе помимо клиентов заходящих через браузер на сайт также есть клиенты заходящие через мобильное приложение и использующие именно его ну по первой части у меня все по сравнению технологий все вторая часть про разработку приложения на вопросы я наверное поотвечаю в конце а сейчас уже расскажу каким же образом можно разработать мобильное приложение за неделю и вообще в принципе какие шаги необходимо пройти для того чтобы эта разработка увенчалась успехом где-то был вопрос по поводу того какой бюджет разработки минимальный бюджет разработки мобильного приложения на платформе 1S Bittrex могу сказать что в случае с разработкой за неделю мобильного приложения вы фактически оплатите неделю работы одного-двух специалистов в конкретно выбранной студии в нашей студии например стоимость недельных специалистов равна примерно 60 тысячам рублей ну и плюс стоимость платформы на разработку платформы мобильной 1S Bittrex еще 47 900 и того вы получаете ну грубо говоря там за 100 тысяч рублей себе мобильное приложение ну конечно за неделю его можно будет разработать при выполнении определенных условий давайте теперь об этом обо всем поговорим у мобильного приложения у разработки мобильного приложения так же как и у любой другой разработки есть определенные этапы в которые входит и сама постановка задачи и выбор платформы на котором будет разрабатываться это приложение составление технического задания но только в случае с мобильным приложением техническое задание как правило делится на две части это серверная часть то есть все то что происходит на сервере когда работает мобильное приложение серверная API ну и так далее и клиентская часть это то приложение которое устанавливается к клиенту его дизайн, его поведение и вообще тот функционал, который клиенту дает приложение, которое устанавливается к нему на телефон. Следующий этап – это календарное планирование, то есть разбивка работы на этапы, далее поэтапное тестирование, сдача этапов, ну и, конечно, доработки выпускного приложения. Про сами этапы. По-быстрому пройдусь по ним. По постановке задачи. Нужно отталкиваться от тех целей, которые клиент ставит перед приложением. Нужно отталкиваться от них всегда, нет смысла разрабатывать приложение ради приложения, все-таки это не совсем бюджетно, наверное, и нужно удовлетворять потребности клиента и, как следствие, выбирать средства реализации задач клиента под определенные цели. Проектирование, предпроектное обследование включает в себя фактически опрос клиента и конкретизацию задач, с кем предстоит работать, с чем предстоит работать, есть ли какие-то временные рамки, есть ли ресурсные рамки, ну и так далее. Далее, конечно, производится выбор платформы. От платформы зависит вся дальнейшая разработка. Если вы выберете неверную платформу, неподходящую для реализации конкретного решения под конкретного клиента, у вас есть все шансы запороть проект. К выбору платформы нужно относиться очень внимательно. Это тот самый фундамент, на котором у вас все строится. Это очень важно. Про виды приложения уже было сказано. Техническое задание на серверную часть включает в себя описание структуры данных, описание программной части, то есть API серверного и описание всех форматов обмена. В случае с мобильным приложением на Битриксе серверная часть разработана за вас. То есть все, что необходимо для функционирования мобильного приложения на платформе 1С Битрикс, уже включено фактически в платформу мобильное приложение и в платформу Битрикс управления сайтом, ну либо Битрикс24. Все API, все структуры данных там уже описаны, есть и документация по этим данным, и продуманы все форматы обмена. В общем серверная часть за вас разработана. Клиентскую часть вам нужно будет, конечно, разрабатывать самостоятельно. Можно, конечно, взять за основу какое-нибудь мобильное приложение демонстрационное и уже его доработать под себя. Проработав интерфейсы, изменив как-то функционал под те требования, которые у вас есть. Но в техническом задании это все нужно зафиксировать. Составляя план работ, нужно учитывать тот момент, что вам нужно будет сформировать команду, работу нужно будет разделить поэтапно среди этой команды. Желательно, чтобы задача и длительность этапа не превышала трех недель в случае длительной разработки. Потому что если разработка длится больше, чем три недели, то такой этап очень сложно сдавать. Ну и опять же по отчетности не забываем про то, что когда мы выполняем какую-то работу для клиента, нам необходимо поэтапно отчитываться, нам необходимо готовить закрывающие документы, те самые акты о выполненных работах. И если мы каждый месяц будем отчитываться и закрывать работу помесячную, нам будет намного проще работать над проектом. В каком же случае у вас проект может уложиться в одну неделю? В том случае, если у вас уже реализована большая часть функционала на сайте, который вы хотите, чтобы использовалась в мобильном приложении. Я видел множество сайтов, например, натяжных потолков. Предоставление услуг натяжных потолков. И работа в этом бизнесе примерно там сценарий работы один и тот же. Во всех компаниях приезжает замерщик, который производит замер, рассчитывает либо на месте, либо в офисе стоимость работ. Ну и соответственно там дальше производится работа. На многих сайтах, очень на многих сайтах по натяжным потолкам, есть калькуляторы, при помощи которых рассчитывается стоимость. То есть клиент может самостоятельно рассчитать стоимость своего потолка. Ну и в принципе мастер, когда приезжает к клиенту, он просто производит более точные замеры, по которым фактически тем же самым калькулятором рассчитывает уже либо на месте, либо в офисе. Я очень редко слышу о том, что у мастеров, которые ездят и производят какие-то замеры, есть специализированное приложение, которое позволяет им на месте, сразу при помощи этого приложения, произвести расчет стоимости потолка натяжного. И в принципе сталкивался только один раз с таким клиентом, но это приложение было не мобильным, мастер на месте просто подключался к удаленному серверу и там производил расчет. Я вот не очень понимаю, почему даже те самые магазины, которые разрабатывают на битриксе, у которых есть уже калькулятор расчета, не имеют в себе. Или там хотя бы адаптивной версии этого калькулятора, для того, чтобы мастер, когда приехал на место, он произвел сразу расчет при помощи того же самого калькулятора. Поясню, почему для меня это удивительно. Потому что в случае с битриксом этот калькулятор очень легко адаптировать под мобильное приложение. Вы фактически ту же самую разработку, которая у вас опубликована на сайте, ту же самую разработку публикуете для мобильного приложения. Возможно, как-то меняете интерфейс и дизайн, для того, чтобы было удобно пользоваться на мобильном приложении. И все, вы получаете калькулятор в мобильном приложении, которым может пользоваться ваш мастер. Этот калькулятор уже можно интегрировать и с CRM-системами, которые сразу заявку оформят, отправят ее менеджеру, еще что-нибудь. Сразу же на месте ваш мастер сможет получить данные от клиента, все эти данные ввести через мобильное приложение в CRM-систему. В общем, полет фантазии может быть огромным. Калькуляторы делают часто, а приложения с калькуляторами не очень. Но вот я считаю, что это отличное подспорье для разработки. Так вот, к чему я это? Если у вас есть уже разработанная часть сайта, которую вы хотите использовать для вашего мобильного приложения, то на адаптацию этой разработки под мобильное приложение на Bittrex уйдет не больше недели. Она сведется к, возможно, редизайну и мелким настройкам каких-то частей интерфейса, но фактически всю разработку вы будете использовать уже готовую. По тестированию нужно сказать, что, опять же, все этапы разработки нужно тестировать в отдельности после сдачи, перед, точнее, сдачей каждого этапа и после сдачи всех этапов тестировать все вместе. Это очень важно. Протестировать в конце разработки весь проект целиком очень сложно и есть большая вероятность что-то упустить. Ну и, конечно, не забывайте подписывать документы после сдачи этапов. В финале нужно красиво показать приложение клиенту, нужно приложение сдать. Если есть какие-то расхождения с техническим заданием, это нормально. Какие-то доработки по приложению. В принципе, в процессе разработки зачастую возникают нюансы, которые нельзя было учесть при написании технического задания. И расхождение в 5-10% с техническим заданием – это вполне нормальная практика. Нужно на это соответствующе реагировать. Ну и презентация клиенту должна быть яркой и оставляющей положительное у вас впечатление, потому что все мы надеемся, что наши клиенты будут с нами работать постоянно. И мы хотим сохранять с ними доброжелательные отношения длительное время. Ну и, конечно, не забывайте про портфолио и кейсы, потому что все ваши работы должны вывешиваться на обозрение, так скажем, для потенциальных клиентов. Это, конечно, сложно, это трудоемко, но этим нужно заниматься. Я закончил и готов, наверное, перейти к вопросам. Сергей, помогай. Да-да, я отметил, как и ты, флажками вопросы, требующие ответа, которые будут прокомментированы. Сейчас я еще посмотрю. Друзья, задавайте вопросы. У нас есть, скажем так, минут 5-7 на то, чтобы просто подискутировать и поотвечать, поэтому можете свободно сейчас задать интересующий вопрос, даже, может, не совсем по теме. Итак, вот, кстати, ты рассказывал про мобильного официанта. У этого приложения доступ в интернет есть, был, нужен? Можно реализовать его и с доступом в интернет, можно реализовать и во внутренней локальной сети, то есть, в принципе, без выхода в интернет, чтобы это приложение через внутреннюю сеть компании функционировало с бэк-офисом. Да, здесь, пожалуй, важный момент, который, может быть, не совсем очевиден. Дело в том, что смартфону с приложением на один из битрикс необходимо просто подключение к серверу. Это не обязательно должен быть доступ в глобальную сеть интернета, это может быть локальная сеть предприятия, просто Wi-Fi-точка, в которой подключаются все смартфоны или планшеты, и таким образом получают доступ к серверу, который расположен здесь же, ну или сервер уже может быть расположен в любом другом месте через соответствующие настройки маршрутизации и так далее. Тут вот, Татьяна, у нас небольшая дискуссия сейчас получается. Как поступить, если информация в приложении должна изменяться несколько раз в год? Имеет ли смысл создавать приложение или разрабатывать адаптивный дизайн? Я, пожалуй, от себя скажу, что не должно быть выбора между приложением и адаптивом. То есть адаптив, по-моему, это та вещь, которая сейчас необходима каждому, поскольку вы в любом случае продвигаете свой сайт, и доступ к этому сайту с мобильного устройства должен быть максимально облегчен, поскольку трафик мобильный огромен, ваши клиенты там точно есть в этом трафике, и, соответственно, ваш сайт стопроцентно должен быть готов к тому, что его будут просматривать с мобильного телефона. Поэтому адаптив тут под сомнение ставить нельзя. А вот создание мобильного приложения, это уже зависит от того, какие сценарии использования вы предполагаете, и действительно нужно ли мобильное приложение вам, ну и, соответственно, вашим клиентам. Да, фактически, разрабатывая мобильное приложение, вы даете своим клиентам еще один продукт, при помощи которого они могут с вами функционировать. Одна из возможностей функционирования – это ваш сайт, вторая – это мобильное приложение. И они должны работать в параллели, но в случае с обновлением контента, частым обновлением контента… Тут, наоборот, редкое обновление. А, редкое обновление. Правильно ты все сказал? Нет смысла делать какой-то выбор, если контент обновляется редко, да и в том и в другом случае, если он и редко, и часто обновляется, он все равно в приложении, как правило, берется с сервера. Зависит только от того, будет ли оно обновляться. Ну да. Для Татьяны, наверное, пусть не может быть, она пояснит нам сами сценарии, то есть что за приложение и вообще, почему возникает вопрос его создания или не создания, где сомнения возникают. Потому что уж точно не частота обновления информации должно быть критерием выбора, разрабатывать приложение или нет. Здесь какие-то другие должны быть критерии. Так, вот интересно. Не вижу причин для обычного интернет-магазина создавать мобильное приложение. Можете ли переубедить? Презентация пока не убедила. К сожалению, вы странно представились, я поэтому не могу к вам по имени, но я что хочу сказать. Безусловно, не для каждого интернет-магазина необходимо мобильное приложение. Есть, но можно разделить интернет-магазины и вообще категории товаров на две такие большие глобальные категории. Товары регулярного потребления и товары одноразового потребления. То есть, грубо говоря, точно то же самое касается и магазинов. Если в вашем магазине подавляющее число клиентов, это новые клиенты, то есть и ваша рекламная компания, весь маркетинг рассчитан на то, чтобы привлечь нового клиента. В этом случае действительно мобильное приложение вам не нужно. Вам нужен хорошо проработанный адаптив, грамотно построенная рекламная компания, ну и так далее. Если же большинство ваших клиентов или вы стремитесь к тому, чтобы большинство ваших клиентов было регулярными клиентами, то есть те, которые к вам возвращаются вновь и вновь, и товары у вас под это соответствуют, то тогда мобильное приложение вам необходимо, потому что именно мобильное приложение будет очень хорошим и важным связующим звеном между вами и вашим клиентом. Мне кажется, тут вот, наверное, именно из этого нужно исходить. Знаю, Вань, может, ты что-то добавишь? Все правильно сказал. Я просто добавлю про тот момент, что приложение может быть для клиента, даже в случае с интернет-магазином, а может быть для сотрудников вашей компании. Для вашего интернет-магазина может подойти приложение, например, для курьера, который будет видеть, какие заказы куда везти. Очень даже актуальный сценарий. Для менеджера, который сможет вне офиса принимать, обрабатывать заказ. Ну, либо вы, как и менеджер, и администратор, и все в одном лице, и, возможно, даже курьер при помощи мобильного приложения будете отслеживать всю работу у вашего магазина, получать пуш-уведомления о смене статусов заказов, получении новых заказов и так далее. То есть, сценарии работы с мобильными приложениями не ограничиваются работой только с клиентами. Это важно, наверное, понимать. Если нет сайта на один из битрикс, могу ли я здесь создать приложение? Ну, в общем, да. Ну, скажем так, бэкэнд, так называемый, то есть серверная часть, у вас все равно должна быть на один из битрикс. То есть, грубо говоря, для того, чтобы создать мобильное приложение, используя наши технологии, вам нужно два элемента. Это что-то на один из битрикс, то есть это может быть не сайт, ну, или не публичный сайт, но это будет некая установка самой платформы, на базе которой обычно создаются сайты, но в вашем случае это может быть что-то другое, не сайт, не знаю, сервис или еще что-то. Ну, и, собственно говоря, разработанное мобильное приложение и лицензия на него. То есть ваш сайт может быть отдельно. Ну, в этом не очень много смысла, хотя я предполагаю, что есть ситуации, в которых это не лишено смысла и может быть использовано таким образом. Если приобрести лицензию настроить, каким образом информация попадает в Google Play App Store? Это вопрос от Татьяны. Опять Татьяна, смотрите, когда вам необходимо, когда вы считаете, что ваше приложение готово и вам необходимо его опубликовать в соответствующих маркетах, то есть Google Play App Store, вы заполняете специальную формочку на нашем сайте, ссылка на нее была у меня в презентации, презентацию приложим, но ее можно найти на нашем сайте, в общем, не проблема. И когда получите лицензию, у вас тоже будет эта ссылка. Вы просто отправляете нам информацию в своем приложении, иконочки, ссылку на приложение и так далее, регистрируетесь в соответствующих сторах, то есть заходите на Google Play, заходите в iOS Dev Center так называемый, то есть App Store, регистрируетесь там как владелец программного обеспечения для этого сервиса и даете нам эти аккаунты, то есть логин и пароли. Мы для вас формируем приложение и сами за вас публикуем его в этих сторах. То есть вам не нужно ничего такого дополнительного делать. То есть аккаунты у вас должны быть именно аккаунты разработчиков. Вот, все остальное мы сделаем. Дополнено немножко. Да. Тут нету какого-то вета на публикацию самостоятельно. Вы можете точно так же дистрибутив выдать для самостоятельной публикации, если в этом есть необходимость. Да, конечно, бывают случаи, когда наши клиенты просят самостоятельно публиковать, то есть не предоставляя нам доступа, мы в этом случае отдаем соответствующий пакет, который вы уже самостоятельно загружаете и публикуете в сторе. Безусловно. Так. Ну, в общем, я больше вопросов пока не вижу. Вот у Антона что-то не получается с логотипом. Антон, я для вас отдельно скажу, что вы можете мне или Ивану написать на e-mail, и мы попробуем в индивидуальном порядке вам помочь, что у вас там что-то не получается с логотипом. Наверное, это так в процессе вебинара не решить. Ну что ж, Иван, спасибо. Спасибо всем слушателям. Друзья, спасибо, что вы пришли и потратили свое время на то, чтобы послушать и посмотреть на нас. Я надеюсь, что вебинар был полезным. Я его специально не буду закрывать в ближайшие 5 минут, для того, чтобы вы могли оставить мне небольшую обратную связь, написать просто, что хорошо, что плохо, было ли полезно или нет, ну и к чему нам имеет смысл с Иваном стремиться, для того, чтобы сделать следующий вебинар более полезным для вас лично или для ваших друзей. На этом все. Спасибо большое. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Иван, пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok